Задолженность новокузнечанца жилищно-коммунальной услуги перешла всеразумные пределы и уже превышает 1 миллиард 400 миллионов рублей. По словам властей, на предупреждение горожане не реагируют, ждут, пока гром грянет. И вот он грянул, снабженцы решили перейти к крайним мерам и оставили должников без электричества. Ведь для того, чтобы компания Кузбасс Энергосбыт смогла бесперебойно обеспечивать квартиры горожан электроэнергией, необходимо оплачивать электроэнергию потребителям на оптовом рынке, оплачивать услуги сетевых организаций. Для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, не быть отключенным от энергоресурса, необходимо своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию. Этой девушке не повезло вдвойне. Она утверждает, что осталась без света не по своей вине. Эту квартиру они с мужем снимают, за аренду платят регулярно. Вот только сама хозяйка жилья не считает нужным вовремя гасить задолженность за коммунальные услуги. Мы платим регулярно за квартиру. Почему я должна сидеть без света? Я вот это не понимаю. Нет, вы поймите тоже правильно. Почему мы должны платить такие деньги за квартиру? Это не к нам вопрос, это к вашей хозяйке, которая не оплачивает нам за услугу. Расчет коммунальщиков простой. Вернувшись домой в кромешную тьму, жители первым делом позвонят в свою управляющую компанию. А там им озвучат сумму долга. Между прочим, у некоторых она превышает 100 тысяч рублей. Когда вступает диспетчеру заявка, диспетчер, естественно, связывается с ресурсоснабжающими организациями, выясняет причину, а потом уже доносим до жителей. Ну и здесь, естественно, также скажем, ну не платите, вас отключили, закон-то позволяет. Усиленная работа с должниками по ЖКУ проводится по требованию губернатора Амана Тулеева. По словам коммунальщиков, благодаря нерадимым жителям, теперь за ними числятся долги за материалы и оборудование. Не говоря уж о невыплаченных зарплатах сотрудникам и задолженности в областной бюджет. Людмила Еленцева, Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города.